Парам-пам-пам-пам! Привет, мои дорогие зрители! С вами Иринка Витилару. В сегодняшнем выпуске я продолжу историю про нашу кошечку, которая на даче одна с прошлого года, то есть всю зиму, которая сейчас находится в холоде и периодически она голодает. Так, какое же решение мы приняли? Что мы будем с ней делать? Это вы узнаете прямо сейчас. Здравствуйте, Татьяна! Доброе утро! Вы когда-нибудь Казань брали? Казань брал. Астрахань брал. А кошку? Поехали брать кошку? Едем брать кошку. Моська, я тебя запишу, извини, на камеру в такой момент, но люди узнают, что у тебя, оказывается, есть голос. А мы думали, что нет. Ты прикинь, какой громкий голос! Ты мой маленький львенок, ты теперь мой маленький ребенок! Татьяна, вы ощущаете себя супервумен, спасительницей? Я помощник супервумена. Танюшка, моя подружка, вызвалась помочь. Прости, котенка. Едем где-то полчаса туда. Полет у кошечки? Нормально. Со стрессиком, но... Ну что, Мусенька? Выходи. С новосерем тебя, моя родная. Теперь тебе изучать много всего. И мне изучать, как о тебе заботиться, как тебя воспитывать. Я ж не знаю. Я теперь мамкой стала. Мусенька походила минутку вокруг и обратно спряталась в домик. Легла на свою подушечку. Ты как солнце мое, ты мурлыкаешь. Мурлыкаешь. Такое счастье это слышать. Мне кажется, эту подушечку надо там и оставить. Опять вылезает. Сейчас по дороге мы купили когтеточку с игрушечкой. Будем с Муськой учиться когти точить, в лоток ходить. Купили пару наполнителей. Будем наблюдать, пробовать, что ей нравится. Древесный и какой-то впитывающий. Будем насыпать, сами вместе перед ней копать. Мячик сейчас положим. Будем искать для Муськи место. Наблюдать за ней. Куда ходит, что делает. Опять спряталась в домик. Мурлыкает. Мурлыкает. Кошка теперь в тепле. Всегда будет сытая. Спокойненько будет нам. Мне этот древесный наполнитель напоминает утроби, которые мы едим. Супчики добавляем. Салатики кладем. Это не то же самое случаем. Вот уже в комментариях по предыдущим видео мне подсказали, что не давайте гулять по всему дому. Пусть привыкает к маленькой территории. У меня не будет большой площади вариантов, куда сходить в туалет. А мне самой интересно. Мне это очень интересно. И для меня все новенькое. Да, занятий у тебя здесь теперь поменьше будет, чем на дачке, но я надеюсь, что ты будешь счастлива с нами здесь. Купим тебе чесалку клевую. Мы тебя почешем скоро. Помыть, может быть, тебе надо будет. Что врач скажет? Я бы ее уже затискала. В кровать бы к себе затащила. Обниматься бы стала. Но пока рановато. Мужка, другие-то дела пойдем делать. У нас эти кайфушки длятся уже... Ну, я не знаю, сколько длятся. Суть в том, что они не заканчиваются. И мне совесть не дает ее просто скинуть. И хочется дать ей максимально-максимально понежиться и насладиться. Насладиться объятиями, теплом, вниманием, которого ей так не хватало. Что-то дома Муся совсем не похоже на уличную кошку. Похоже на домашнюю маленькую дочку. Мужка, пойдем что-нибудь сделаем. Ты классная. Ты счастье наше теперь. Ты лисман нашего дома. Хьюстон. У нас уже маленькая проблема. У меня на кошек, когда не стало моей кошки, появилась аллергия. Чешутся глаза. Если я поглажу шерсть, и потом к лицу поднесу руки. Руки, я знаю, мне надо помыть. Ну, то, что сейчас произошло со мной после 20 минут обтираний на кухне, это такая красота у меня высыпала. Я надеюсь, это временно, пока мы кошечку не помыли, таблеточками специальными не покормили. А то будет беда чешется. Кошка кайфарик. Лежит сама по себе. И кажется, ей уже ничего не надо. У нее все хорошо. Короткая сводка дня. Вы слышали, что вам Муська сказала? Доброе утро. Кто-то проснулся. А кто-то еще спит, сопит у нас. И даже не подозревает, что сейчас посадят в клетку. Это пузо. И повезут к врачу. Мы сейчас с Муськой поедем к ветеринару. У меня составлен огромный список вопросов. Что делать, как быть, как кормить, приучать, витаминки, уход. Если вам интересно, то я вам все расскажу. А я думаю, вам интересно. Здесь же тоже есть мои зрители, любители кошатинок. Вот вроде ей хорошо дрыхнет. По квартире ходить еще стесняется. А шкодит на пол деревянной в большой комнате. Муська, хорошо, хорошо дома в тепле. Поехали к врачу, сейчас опять у тебя будет стресс. Да ты что? Сейчас она будет когти у нас тут точить об этом. У тебя есть когтеточка. Пойдем, я тебе покажу. Муська, пойдем. Иди сюда. Иди. Ну да, кажется, у нас будет кошка Плинтус. Вот что ты у нас любишь. Вот так вот, лапками своими. Ап, 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 ап. Я сама скоро буду профессионально точить когти об эту штуку. Пока она поймет и научится. Ты же поймешь и научишься? Ты посмотри хоть сюда чуть-чуть. Муська приехала в городскую ветеринарную станцию. Ждем приема. Хе-хе-хе. Прекрасная солнечная погода у нас сегодня. И, ребятки, я такая радостная. Муська вела себя хорошо. У Муськи все хорошо. Вылезай, мой котенок. Давай уже, начинай хозяйничать дома. Время завтрака у Ринки. А у Муськи время отходника, ребят. Все, слюни текут без остановки. Кушать не хочет. Замучили котейку. Скажу, конечно, вам бы воткнули градусник в попу. На вас бы посмотрела. Такой же сейчас уснет. Вот. Итак, сегодня с Муськой мы ездили в городскую ветеринарную клинику на Жерновской. В интернете читали отзывы про разные клиники. И везде свои плюсы и минусы. Хорошие, плохие отзывы. Эта клиника у нас рядом с домом. И мы поехали туда. В автобусе Муська привлекла внимание двое женщин. Они посмотрели, заглянули в клетку, обратили внимание на ее шерсть. И подумали, что она у нас породистая. Приятно было уже за кошечку получить кучу комплиментов. И одна из этих женщин тоже ездит постоянно в эту ветеринарную клинику. И она мне уже по дороге успела рассказать, к какому врачу стоит попасть. И врач оказалась моей тезкой тоже Ириной Николаевной. И именно сегодня она дежурила. Так что нам повезло сразу по рекомендации. Мы попали к тому самому терапевту. Ветеринар посмотрела на Муськины зубки и сказала, что кошечка очень молодая, может быть года два. Ей, я думаю, годика четыре. Она сказала, что на самом деле по кошкам очень сложно определить возраст. По собакам они более конкретно называют. Я спрашиваю, говорю, а у Муськи хвост короткий, потому что у нее какая-то порода особенная. Или потеряла в неравном бою. И врач говорит, что, скорее всего, хвост был потерян. Конкретной породы она называть не может. В нашей выписке ее написали как метиз. Ну да ладно, в любом случае, объективно, все, кто смотрит на Муську, все видят, что она кошечка. Непростая именно эта чудо досталась нам. И я... Это круанда! Я буду ее любить и гордиться ей. Она классная. Если еще только научиться по углам не писать, а ходить на горшочек, будет мор. Но это еще будет зависеть, конечно же, от нас, как мы ее воспитаем. Потому что для нас она сейчас ребенок. Мы сделали УЗИ и выяснили, что наша Муська может иметь котят. То есть за столько лет она ни разу не приносила потомство, но потенциально такое может случиться, и мы должны быть к этому готовы, либо ее стерилизовать. Про питание врач спросила, чем мы ее кормили, и из рекомендации было, либо мы кормим специальным кошачьим кормом только премиум класса и вода, либо мы должны давать мясо, любое, обязательно вареное, чтобы не было паразитов. Мы должны давать отварные овощи, молочные продукты. К молочку осторожно, не сразу приучать, потому что в 2 недели мы должны тщательно наблюдать за Муськой, как она себя чувствует, как она питается, как она ходит в туалет, потому что у нее могут происходить разные реакции от адаптации, появляться какие-то проблемки, допустим, которых мы не могли видеть раньше. Проблемки, которые могут обостриться от смены обстановки для нее. Также можно будет кормить яйцами, варить овощи. И я спросила по поводу травы, ведь летом же она ест травку. Ну, летом она и будет есть травку, мы ее снова туда отвезем на дачу. А что делать зимой? И врач сказала, что можно дома завести цветы хлорофитум и циперус. Это домашние растения, но она говорит, кошечки их очень любят. Так что мне сейчас надо будет загуглить, посмотреть и где-то приобрести эти цветочки, а не муськи нужны. Какой женщине цветы не нужно, скажите? Если мы будем ее кормить обычной едой, то обязательно периодически давать витаминки, чтобы питание было сбалансированным. А в покупных премио-классах, в кормах, там уже все есть. Все намного проще. Глобальный вопрос, как приручить кошку к туалету. Но в песочке мы и сами копаемся. Я уже весь песок сама перекопала с этим древесным наполнителем. Муська ходит на пол в большой комнате, там старые деревянные полы. И врач сказала, что можно обмакивать бумажку в ее мочу и потом класть в горшочек, либо также немножко намазать, чтобы был легкий-легкий, но не сильный резкий запах, чтобы она могла определять место, где пописать. Либо нужно ставить лоток с тем местом, где она писает. Будем с мотками играть в шахматы по дому. От блошек на холку нам прописали капельки, либо можно вот аэрозоль. Я сегодня побегу в аптеку, там спрошу, куплю. Насчет глистов сразу давать ничего нельзя. Нужно ждать, наблюдать за ее аппетитом. Если аппетит постоянный, хороший, то будет курс. Всего лишь дважды нужно дать. Я задала вопрос ветеринара, надо ли нам принимать какие-то будут лекарства, от глистов, если мы целуемся, обнимаемся с киской. Она сказала нет, потому что в нашем организме они не приживаются. Мы можем перенять их только в виде личинок. И они не успевают в нашем организме развиваться и выходят. Мыть сказала кошечку не надо, выглядит она чистой. Только по желанию, хотите помойте, хотите нет. Но есть один момент. У меня на муську проявилась аллергия. Когда она обменять терлась о кожу длительное время, у меня вышла сыпь, стала чесаться. А сыпь такая вот, как волдыриками, прыщичками воспаленными. И врач сказала, что это может быть либо аллергия на шерсть, и от нее уже никуда не деться. Либо это может быть что-то связанное с бложками, которые не обнаружены были врачом. Но тем не менее, можно купить какое-то средство и ее помыть. Таким образом, я смогу исключить одну из вероятностей, на что у меня была проявлена такая аллергия. Когда у меня была кошка, у меня этого не было. То есть, возможно, в муське кто-то поживает. Далее я спросила по поводу скоплений слизистой у глазок, у кисоник тут бывает. Я говорю, надо ли чистить это или нет. Она говорит, нет, это особенности слезок, и это будет постоянно так вот выходить. И может быть разных цветов, беспокоиться не надо. Это абсолютно естественно. Нас забудет вопрос, что кошка теперь в замкнутом пространстве, у нее нет такого активного образа жизни. Чем это может грозить? Прежде всего, нам нужно сократить ее питание, не раскармливать, потому что движения у нее будет мало обращать на это внимание. Но будем смотреть на аппетит, на ее размеры, потому что я понятия не имею, сколько съедала она раньше, сколько киска должна съедать вообще. И ветеринар говорит, есть какие-то штуки, игрушки, откуда кошка добывает сама еду. Допустим, ей кладешь, но она не может сразу его съесть, ей как-то надо это добыть. В интернете наверняка можно найти и, если что, использовать это как инструмент. Можно ли выгуливать ее на поводке, когда она уже адаптируется? Ветеринар сказала, нет, ни в коем случае, потому что на улице много других кошек, они могут быть заразные, даже не думать над таким вариантом. Некоторые срезают котейкам когаточки. Тут тоже врач сказала, что этого делать совершенно не нужно, потому что когти у них обновляются каждые две недели. Нет смысла, если что-то кошка будет драть, это вот надо приучать ее к когтеточке. Это обрезать не надо. Также спросила про эффективность аэрозоли, которые используют для того, чтобы пшикать по периметру квартиры территорию и отбивать у кошки желание писать по углам. На это врач сказала, что есть средства, вы можете пробовать, они не со всеми работают. Название не рекомендую, только на личном опыте. Забыть этот вопрос, скучно ли кошке одной дома, одиноко ли она себя чувствует, если мы ее будем оставлять, комфортно ли ей будет в новой обстановке одной. На что врач сказала, что мы должны создать для нее обстановку дня сурка. Ей нужно постоянство. Одна и та же обстановка, одна и та же еда, одни и те же люди. То есть минимум гостей в доме, чтобы кошечка быстрее привыкала к новым условиям. Еще один сильно волнующий вопрос, можно ли кошку допускать к открытому балкону. Врач не рекомендовала, говорит, если у вас кошка охотилась, была на улице, могла ловить птичек, вот она увидит птичку пролетающую и сама полетит за ней с 8 этажа между прочим. Здесь нам придется включить максимальную внимательность и постоянно об этом помнить. В ветеринарной больнице висят интересные такие плакатики про питание животных. Интересно было мне почитать, потому что я настолько далека от знаний, как кормить и ухожу за животными. Все так и интересно. Я даже думала задать врачу вопрос, почему кошки перебирают лапками, даже когда лежат одни. Вот она спит, а мы вот перебираем. Массажик воздуха делает. А на стенке на брошюрке тоже это было. Столько всего интересного в повадках животных, нужно знать, чтобы понимать, что они хотят, как они хотят, к чему они готовы. Общая картина с мусикой у нас очень даже хорошая. Выглядит она хорошо. Я у врача спрашиваю, как вы считаете, почему кошка выглядит неплохо спустя длительное время того, что она была одна. На что она сказала, что, скорее всего, ее кто-то кормил, потому что без подкармливания зимой вряд ли бы она чувствовала себя так, как чувствует сейчас и выглядело бы гораздо хуже. Не знаю, кто ее там мог так регулярно кормить. Может быть, она там нашла себе еще каких-то хозяев, а мы ее оттащили домой. Но, тем не менее, я теперь спокойна, что знаю, что животное не одно. И мы постараемся максимально о ней позаботиться, как можем. Будем наблюдать за ее состоянием, самочувствием, настроением, чтобы реально понимать, хорошо ли ей здесь с нами или там ей было лучше. Время покажет. И спросила я по поводу чесалки, и ветеринар сказала, что не обязательно кошечку чесать щеткой, потому что у нее шерсть короткая. По желанию, если мы хотим поразвлекаться, то да, а так совершенно не нужно. Ходила я к соседям на час, оставила комнату открытой. Музька осмелилась залезть на мою кроватку. Мне врач сказала, что для кошки классно было бы найти место, где она могла бы сидеть повыше и наблюдать за происходящей ситуацией, анализировать ее. Потому что они наблюдают, мало ли, какая опасность, и любят где-то сидеть, тусоваться наверху. Наблюдательный пункт ей нужен свой. Потихоньку мы посмотрим, может быть, найдем для Музьки лучшее подходящее место. Будем наблюдать, как она осваивается. Да ты мой ребенок! У меня действительно такое чувство ответственности внутри, как будто бы у меня детятка появилась. Нужно выращивать? Хотя, к чему выращивать? Она уже выросла. Нам нужна забота и понимание, как правильно сделать так, чтобы животному было максимально хорошо. На этой кошачьей мурчащей ноте мы с вами прощаемся, ждем от вас с Музькой вкусные вискос, лайки, комментарии, советы, рекомендации, если у вас есть такие. Если ты впервые зашел в гости на мой канал, то обязательно подписывайся. Да ты мой ангел! Мы вам всем желаем улыбок, тепла и добра. С вами были Музька и Ринка Витела. Увидимся! Пока-пока! Мяу! Весь кота, жизнь была не та, а с котом мы зажжем. Музька и Ринка Витела.